Жизнь у птиц в Уэльсе С весны они воспитывают потомство Они должны как-то уживаться с нами и приспосабливаться к существованию в искусственном ландшафте В этом цикле передач я собираюсь выяснить, на что похожа жизнь птиц в Уэльсе Я покажу вам самые разные виды, обитающие здесь, и попытаюсь проникнуть в тайны их жизни Тайная жизнь птиц В холмах Ландберриса белозобый дрозд выискивает корм для своих птенцов, которые ждут его в укромном месте в горах Его можно было бы спутать с обычным дроздом, если бы не ярко-белая грудка, его отличительный признак Он проделал долгий путь от пласких гор в Марокко до этой части Гвинеда, чтобы провести здесь все лето В его клюв поместится, пожалуй, больше, чем в моей ладони А поскольку рук у птиц нет, то клюв для них важен вдвойне Клювы бывают разных форм и размеров И используют их тоже по-разному Во всем животном мире только у птиц есть такой полезный инструмент Обладают они и другими необычными свойствами, которых нет больше ни у кого Например, они умеют летать Птицы – совершенно особые существа И в этой передаче я расскажу вам, как разнообразие их форм и особенностей помогает им выживать в уэльских землях Созданные для жизни в Уэльсе Сейчас середина зимы, и мы в устье Неверн в Пемброкшире Белая цапля и колпица ищут еду среди ила Колпица справа, и хотя обе они сейчас добывают корм в одном и том же месте У них совершенно разные клювы, и едят они тоже по-разному Удивительно, эти птицы одновременно и похожи, и не похожи друг на друга Они обе довольно высокие, с белым оперением, с длинными ногами и клювом, но посмотрите, как они едят Маленькая белая цапля работает своим клювом, как лопата, и пытается отыскать рыбу А колпица открывает свой огромный клюв и словно ложкой зачерпывает им все подряд Проверяя, есть ли там моллюски, рыба или что-то еще И если да, она резко захлопывает клюв, проглатывает находку, а затем повторяет все снова Так что, хоть они и кормятся рядом, но делают это совершенно по-разному Возможно, белая цапля так близко подошла к колпице, потому что так клювом баламутит воду, поднимая к поверхности то, что можно съесть Именно так поступает белая цапля, когда питается в одиночку Она разминает ногами дно, чтобы креветки и разные моллюски оказались в воде, и ей было проще их ухватить Дельты реки Северн и равнины Ньюпорта возле устья реки Уск Лиманы и дельты рек – фантастические места, где можно увидеть все разнообразие клювов болотных птиц А также способов, которыми птицы добывают себе корм Это лиманы в Голдклифе на равнинах Ньюпорта С первыми лучами солнца одна из самых редких птиц Уэльса уже завтракает Это шелоклювка, и у нее, наверное, самый необычный клюв из всех Через него она процеживает воду в поисках мелких насекомых и червей Устье-Дови возле Макенлет Эта зима выдалась дождливой, воды сейчас много и все окрестности затоплены Эти лиманы находятся в Инисхире И поскольку они расположены невдалеке от устья-Дови, сюда прилетает множество болотных птиц Половодье – идеальное время для посещения этих мест Когда море разливается и покрывает всю дельту Тысячи птиц слетаются отовсюду на эти лиманы и затопленные луга Лиманы – прекрасное место кормежки для птиц Особенно зимой, когда луга пропитаны водой Чибис – одна из самых красивых птиц на этих полях У него короткий толстый клюв и большие глаза Которые отлично различают маленьких личинок как на поверхности, так и под водой В поисках еды травник зарывается своим длинным носом поглубже Также поступает чернозобик Но самый длинный клюв среди всех болотных птиц – у кроншнепа Он им достает еду с глубины, недоступной любой другой птице Зимой кроншнепы тысячами прилетают в Уэльс из Европы И встречаются в устьях рек с тысячами птиц других видов Разные клювы дают их обладателям возможность обитать на одной территории И при этом кормиться на разных ее участках Клювы лесных и садовых птиц тоже разнообразны Что позволяет им жить рядом в пределах одного ландшафта Мы в лесу в долине Конуи, где самая распространенная птица – зяблик У нее короткий и сильный клюв, в котором она щелкает семена У голубой синицы маленький острый клюв, идеальный для выковыривания мелких насекомых и семян из шишек С приходом весны в наших лесах появляются гости из Африки, такие как пеночка-весничка Их тонкий заостренный клюв тоже предназначен для охоты за насекомыми А снегири своим толстым клювом срывают молодые побеги Щегол по осени отлично вылучивает семена из засохших растений Но чемпионом в поедании семян однозначно является клест У этих птиц клюв в буквальном смысле скроен крест-накрест Им клест может даже лущить шишки Иногда поведение птиц кажется странным, но они ничего не делают просто так Город – идеальное место, чтобы убедиться в этом Здесь птицы настолько привыкли к людям, что за ними можно наблюдать почти вплотную Эта чайка сидит на набережной возле Колвин Бэй Посмотрите, серебристая чайка Так смешно перебирает ногами, будто спортсмен перед забегом На самом деле она имитирует капли дождя, падающие на землю И червяки там, внизу, думают, что идет дождь И сейчас все зальет водой Они вылезтили мне наверх Они вылезают И если мы подождем еще минуту, то увидим, как она их ест Забавный, но эффективный способ Форма ног у птиц тоже различна в зависимости от того, что тому или иному виду приходится делать и где жить Цапли и камышницы ходят по влажной почве И им нужны широкие лапы, которые не проваливаются Гуси и утки большую часть времени проводят в воде И им требуются перепонки, позволяющие грести К тому же такие лапы лучше тормозят при приводнении Мещухи и дятлы цепляются за кору деревьев Поэтому у них хорошо развиты большие пальцы, дающие им дополнительную опору Дроздам лапы нужны в основном, чтобы сидеть на ветках У домового воробья и крапивника самые маленькие лапки, способные уцепиться за малейшую опору Хищным птицам нужны острые когти, чтобы хватать добычу И клюв, чтобы разорвать ее Лапы и клюв весьма важны для птиц А у серебристой чайки клюв выполняет еще одну важную функцию С его помощью она подает сигналы Красное пятно выделяется на желтом фоне Его хорошо видят птенцы Пятно сообщает им, в какую сторону тянуться за едой И стимулирует родителей отрыгивать корм Клюв тупика также служит маяком Это самый яркий клюв во всем Уэльсе Дупики гнездятся в норах Здесь их колония на острове Скомер возле берегов Пемброкшира Клюв у них большой, чтобы было удобно ловить рыбу И опять же он выполняет сигнальную функцию В обычное время клюв не очень яркий Но в брачный сезон он просто горит И привлекает внимание особей противоположного пола Уэльс богат на ярких птиц Самые красивые среди дятлов – зеленые дятлы Даже самая обычная сорока поражает своим видом Хоть она и заслужила дурную славу тем, что таскает из гнезд птенцов И потрошит мусорные баки Но она все же прекрасна Еще более поразительны сойки Пестрый и яркий рисунок их перьев просто изумляет Но зачем сойки яркие краски? Посмотрите вокруг, в таком густом и темном лесу самцу нужно привлечь внимание самки А остальных самцов держать на расстоянии Птицы делают это одним из двух способов Или заливисто поют, как дрозды Или привлекают яркостью оперения У сойки в ходу оба способа У самца красочные перья И хоть он поет не слишком мелодично Но зато его крик разносится далеко Привлекая самок и отпугивая других самцов Некоторые птицы живут в таких потаенных уголках Что самцам приходится быть заметными, чтобы самки их увидели Это озеро Косместон возле Кардифа Здесь остались развалены древние каменоломни А все вокруг поросло тростником Заметить маленькую пташку в таких зарослях практически невозможно Но именно в них обитает одна из самых ярких птиц Это самец усатой синицы Увидеть его в брачный период – большая удача Для небольшой юркой птицы яркое оперение не такой уж недостаток Ведь она может без труда увернуться от хищника А в паре километров от Косместона Другая птица, более крупная и не такая шустрая Напротив, старается быть совсем незаметной Это озеро Хендре, Сант Меллон Протянувшееся между Ньюпортом и Кардифом Одно из тех мест, которые удивительным образом привлекают птицы И которых так много в Уэльсе Удивительным, потому что вокруг множество домов Да еще оживленная железная дорога Но все же множество птиц слетаются сюда зимой И среди них – выпь Выпьи очень пугливы Их редко удается увидеть Обычно они стоят неподвижно в зарослях камыша И не любят из них выходить В камышах есть все, что им нужно Там полно рыбы И если заросли не очень густые Их еще можно разглядеть Они стоят, вытянувшись по стойке смирно Это действительно одно из немногих мест в Уэльсе Где за ними можно понаблюдать Там, где тростник растет гуще Выпь уже почти не видна Она сливается с зарослями Но отсюда можно хорошо разглядеть Как выпь охотится за добычей Зимой она ест рыбу А летом еще насекомых и лягушек Стоит ей только войти в камыши И она полностью с ними сливается При малейшей опасности Она вытягивает шею вверх Становясь совершенно похожей на тростник Одну вещь птицы умеют делать лучше Чем кто-либо другой из обитателей нашей планеты Они могут летать И делают это разными способами Чтобы увидеть это зрелище Лучшего места, чем побережье, не отыскать Птицы ловят воздушные потоки над морем И взмывают вверх Южный стак в Ангелсе Очень красивое место Забравшись на высокие скалы Оказываешься с птицами на одном уровне При таком сильном ветре Чайки и вороны просто парят в воздухе Почти не совершая движений Хотя крылья этих птиц имеют разную форму Но результат один и тот же Их полет Очень плавный Но почему у них крылья Разной формы? Очевидно, потому что они живут В совершенно разных условиях Учая крылья заостренные Чтобы не спеша и подолгу парить над волнами Вороны же обитают в основном на суше И поднимаясь в воздух Кружат высоко над землей Их резные крылья Гораздо удобнее в управлении И эта особенность позволяет им Лучше играть с ветром Один из самых совершенных летунов В наших краях живет На побережье Ландидна В скалах Литл Орм Видите, вон ту маленькую птичку Это глупыш Уэльский вариант альбатроса Летает как пилот экстра-класса Почти все время он проводит в море Здесь, на скалах Он бывает только для того, чтобы вывести птенцов И все На зиму он возвращается в открытый океан И если вы присмотритесь к его крыльям Когда он снова будет пролетать рядом То увидите, что они длинные Тонкие И очень жесткие Вот еще один пролетел Их крылья приспособлены для жизни в море И помогают им ловить малейший ветер Над волнами Глупыши скользят по воздуху Двигаясь вот так, почти без усилий Вокруг них на тысячи миль простирается океан И очень важно экономно расходовать энергию Поэтому их крылья имеют такую форму Вот еще один глупыш соскользнул со скал Легко-легко Практически без усилий Парить в воздухе простейшая форма полета И глупыши знают это лучше других Они почти не машут крыльями Используя их только для того Чтобы ловить воздушные потоки над морем Когда ветра нет Они могут вызвать его сами Помахивая кончиками крыльев Еще они двигают кончиками крыльев Чтобы избавить скорость Или приземлиться Сарычам важно хорошо управлять своим телом в полете Часто можно видеть, как они парят высоко в небе Высматривая добычу Для этого им нужны длинные широкие крылья На которых можно быстро подняться вверх Они ловят ровные восходящие потоки воздуха А вихревые сглаживают своими резными крыльями В то время как Сарыч и Красный Коршун Парят в воздушных потоках Другие птицы, например, цапли, сами Вызывают ветер интенсивными взмахами крыльев Многие мелкие птицы в действительности летают мало По большей части просто порхают с места на место Все они живут в разных условиях И сталкиваются с разными проблемами В лесу или парке птицы должны быть готовы взлететь В любой момент в случае опасности Ловко лавируя между деревьями Способность птиц управлять своим телом в полете Хорошо видна в замедленной съемке Поразительно, как согласованно работают лапы и крылья У этих голубых синиц, когда они взлетают и садятся Московка это делает не менее виртуозно Сколько сил требуется, чтобы разогнать воздух и взлететь Видно потому, как энергично птицы работают крыльями Болотным птицам не нужно резко срываться с места Зато нужна большая скорость, чтобы преодолевать большие расстояния Они часто совершают дальние перелеты Некоторым выдающимся летчикам крылья нужны для показательных выступлений У Чибиса хорошо развиты первичные маховые перья на концах крыльев Поэтому он великолепно управляет своим телом И охотно демонстрирует летные способности в брачный период В Уэльсе есть еще одни асы по части полетов Это полярные крачки, живущие в Скерисе на севере Холлихэда У них длинный хвост, улучшающий маневренность Они могут даже просто висеть в воздухе, толкая его крыльями то вперед, то назад Так они следят за своими гнездами, когда в разгар брачного сезона колония разрастается Из всех живых существ они ежегодно совершают самые длинные перелеты В южное полушарие, вплоть до Антарктики Пусть ильга парит над землей иначе Эта птица охотится в заливе Фарид возле Кернарфана Она замерла на месте, двигаясь с постоянной скоростью во встречном потоке воздуха И она тоже использует хвост для управления Как и многие из ее собратьев, эта птица прекрасно приспособлена для жизни в Уэльсе Кернарфан Посмотрите на этот величественный пейзаж Мне кажется, он так типичен для Уэльса Холмы, поля, изгороди и леса Вряд ли мы до конца понимаем, как сказочно богата земля, на которой мы живем Ведь здесь есть все, что только можно пожелать И в каждом уголке Уэльса, хотим мы этого или нет, птицы ведут свою тайную жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Программа к показу подготовлена компанией SDMedia Перевод Татьяны Заблодской, текст читал Роман Антонович Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова